Итак, самые распространенные техники пыток. Классическая схема. Д-д-д. Dependency, то есть зависимость от того, кто пытает нас, скажем так. Назовем это власть. Debility. Не в смысле дебильность, хотя и интеллектуальное понижение способностей тоже. Имеется в виду всех способностей. К передвижению, к свободе и воле и так далее. И дред. Это страх. 3D. Классическая схема. Чем она известна и знаменитым. Начнем опять же издалека. Жертва, которая депривита, то есть убиты, уменьшены все процессы. Например, дебилизация, debilitation. В общем, в еде, в сне, в человеческом контакте, своим насильником, пытателем, палачом, неважно, становится парадоксально зависимой от палача. В этих вещах. Что мы видим? Наша власть как делает? Мы полностью зависим от власти. В вопросах денег, в первую очередь, потому что нет частного бизнеса, который был бы независимый от власти. Вы думаете, случайно? Да, здрасте. Весь крупный бизнес контролируется властью. И почти все получают зарплату от так называемого государства. Копеечную. Для того, чтобы люди ослаблены, но как-то существовали. Почему ослаблены, чуть расскажу позже. Это тоже форма пытки. И единственный человек, который может, ну, либо личность, может обеспечить это избавление, это вот как раз таки палач. И вот это вот внедрение ненормального окружающей среды, где вот эта депривация и стресс являются нормальной. И также лишены, жертва лишена любых социальных контактов. Это и является целью. Жертва становится зависимой. Полностью. Понимаете, в чем суть? Сравните с тем, что происходит сейчас. Мы полностью зависимы от палачей. Таким образом, дебилизация вот эта, то есть уменьшение всех способностей, не только интеллектуальных, хотя ЕГЭ нашей интеллектуальной способности в ноль уходит, просто-напросто. Самостоятельно думать нас отучают всем процессом, включая работу на госорганах, на госслужбе. Там самостоятельное мышление не приветствуется, мягко говоря. Таким образом, вот это уменьшение способностей ведет к зависимости, к депенденции. А вот зависимость ведет к страху. Поймите. Д, Д, Д. Классика. Почитайте сами. Таким образом, вот сочетание этих признаков Д, 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 чуть позже мы эти все методики разберем, ведут к тому, что призонер, это заключенный, то есть любой из нас впадает в абсолютную зависимость от палачей. И чтобы усилить это, палачи вводят бонусы за частичное соответствие и принятие пыток. Даются сигареты, даются еда, даются маски. Вот у нас недавно в Хабаровске полицейские раздавали маски. А на Майдане американский госсекретарь, женщина известна, раздавала печеньки. Печеньки, то есть это символически, это энергетически, это какой угодно шаг, символ. Если ты принял что-то от палача, от того, кто тебя мучает, все, ты одобрил его действия. Энергетически, кармически, все, он может делать с собой что угодно. Поймите, кормление, ссылочку дам на один трольский канал, Саля, но расскажу попозже, почему он трольский. И он в разговоре с пресс-секретарем, случайно, у каждого же есть телефон пресс-секретаря МИДа. Так вот, он в разговоре с пресс-секретарем, там рассказано, как этот стокгольмский синдром проявляется. Мы сами оправдываем наших насильников, наших палачей, тех, кто взял нас в заложники, тех, кто нас мучает. Стокгольмский синдром, мы не понимаем, как это действует, но это действует. Тут все сказано, четко. Как воздействует стресс, почему стресс в форме пытки. Итак, жертва получается загнана в ситуацию, в которой этот стресс ею манипулирует. Через стресс можно манипулировать. И это вызывает фрустрацию и необходимость как-то себя вести, вырабатывать новые привычки, создается новая норма, нужно новое личное поведение как-то. Понимаете, что сейчас происходит? Self-image, то есть самоизображение, самовосприятие меняется, чтобы защитить собственную идентичность. Мы начинаем оправдывать все, что происходит. Итак, методы принуждения. Общий метод, слева, эффекты, какие достигаются и варианты, варианты применения. Итак, изоляция. Это метод принуждения, метод пытки. У нас вообще апогеи, апиозы назвали это самоизоляцией. Везде это lockdown, запирание, по-английски у нас самоизоляция. Мы сами, оказывается, себя заперли. Что происходит? Это депривация у жертв всех социальных контактов, поддержки и так далее, чтобы лишить обилити туризиспособности сопротивляться. Варианты. Полная изоляция, полуизоляция, групповая изоляция. Что мы видим сейчас? Нас изолировали против нашей воли. Мы получаем пропуска, чтобы выйти посрать собачки. в ближайший магазин без какой-либо объяснения практически, без права голоса и так далее. Почему это делается именно так и в таком виде, мы чуть позже перейдем вниз. Это им нужно показать демонстрация омнипотенция, всевластие, омнипотенс. Мы перейдем чуть позже, а пока давайте остановимся на этом. Какие цели достигаются? Жертва становится зависимой от палача, от расследователя. привычка жертвы, принятие этой ситуации. Самое главное, вот, даже групповая возможно, но, как правило, идет комплитная, полная самоизоляция в одиночке, потому что в тюрьме помещение в одиночку является самым жестоким наказанием, даже не избиение. Мы животные социальные. Нам нужна теплота и общение. Обычное человеческое общение. И я вам покажу, как враг нас изучил на примере высших приматов. Сейчас постараюсь ставить ссылочку. Наверное, это будет в субботу выйдет ролик, где я постараюсь ссылочками все это подтвердить и дополнить. следующее общий метод это монополизация восприятия. Что мы видим сейчас? Может быть кто-то сами сразу догадаетесь по куче удаленных роликов даже с ютуба. Нам говорят, что вирус страшный. Всем сидеть бояться. Ничего не делать сидеть бояться мать вашу. И это происходит по всему миру. Это о чем говорит, что власть глобальная. Это о чем говорит, что условный Путин ничего не решает. У Медведева куча оговорочек, иначе нам не распространить болезнь. У Билла Гейтса куча оговорочек на эту же тему про сокращение населения. У Собянина куча оговорочек, мы увеличили показатели болезни и так далее. Интернет пестрит такими вещами, потому что все не утаишь, шило в мешка не утаишь. Они говорят нам, что нужно вот так воспринимать эту придуманную болезнь, этот вирус, который не сработал, который должен сработать против нашего врага, и он сработал. Но они хотят, чтобы энергетически мы не общались, мы не передавали вот эту победу нашу. Наш вирус, но для людей. это хороший вирус на самом деле, он есть. Но вот реакция истерическая врага говорит о том, что это им очень опасно, и они хотят нас закрыть. Они об этом показывали такую ситуацию, что они ее боятся, что они хотят закрыть всех нас в куче фильмов, в куче игр даже. Вот я включаю, постараюсь включить вам фрагмент показывающий, что все это давно-давно придумано и предсказано. Предсказательное программирование, прогнозное программирование. Игра называется Spider-Man, то есть Человек-паук, и там все показано. Показаны клетки, показаны маски, показаны беспорядки на улице и так далее. Вот первый пункт всего лишь. Мы разбираем первый пункт. Дальше монополизация восприятия. то, что у нас сейчас происходит на СМИ, в телевизоре. В телевизоре говорят, все и боятся, мы все должны подчиняться. Для этого физическая изоляция, то есть мы не должны общаться друг с другом. Темнота, нам запрещают выходить на солнечный свет. Казалось бы, если это реакция, реальный вирус какой-то, так нужно повышать иммунитет. Нужно кварцевание вводить в школах, как в советское время, и в детских садах. Это сразу и повышение иммунитета, витамин D, это и позитивная ионизация, хорошее увеличение ионизации по Чижевскому, которая повышает иммунитет и здоровье. Так нет же, делается все наоборот. Чижевский проводил опыты одной группе испытуемых, скажем так, крыс, давали свежий воздух, обычный, другой с ионизацией, и третий через ватку пропускали, то есть, через эту сраную маску, почти то же самое, воздух. Так вот, третья группа сдохла в течение двух недель, дыша через маску, по сути, через ватку, без ионов воздух, пыл. Он был чистый, свежий, в достаточном количестве, но без ионизации, неприродный. Так вот, убит иммунитет был, убит. Вот все это делают с нами. И уменьшение света также влияет, нас запирают в наших домах, чтобы убить наш иммунитет. Они, вы думаете, случайность, они специально так делают. Элимины, это убивает стимулы и так далее. Фрустрацию вызывает, уменьшение всех действий, которые не влекут одобрения. Они вызывают одобрение. Одень маску, как в тюрьме заставляют носить специальную одежду, у нас сейчас заставляют носить символ затыкания рта и символ подчинения. А вот, чтобы мы одобрили ношение маски, нам разрешили на них рисовать. Ты одобряешь ношение маски, мы тебе разрешим рисовать на них, собственную морду нанести и так далее. Запрет окружающей среды идти, так, запрет на передвижение, это второй пункт монополизация восприятия. И монотонная еда. Есть у Ефимова хороший ролик через еду нами вертят как хотят. Монотонная еда тоже способ угнетения. Все производство еды уже давно контролируется врагом нашей власти. Нормальную еду мы не получим. Мы уже не можем выращивать, мы уже не можем, нам запретили обмениваться семенами и так далее. Есть такой геноцидный орган, в принципе они все геноцидные, но Россельхознадзор вообще лютует. Лютует в последнее время. Теперь если ты не покупаешь ГМО семена, ты не заботишься о своем получается урожае и тебя штрафуют. Что за нахрен? Может наоборот заботишься? Нет, нужно покупать обязательно семена, отчитываться и так далее. Геноцид везде, включая сельское хозяйство. Монополизация сельского нас заставляют жрать это говно с пальмовым маслом. Специально это делается, это делается специально. Молочное производство практически убито. Сказки про то, что кто-то хочет их восстанавливать нет. Убивают законодательно геноцид везде. Вся молочка у нас из пальмового масла. А пальмовое масло оно ГМО, оно мягко говоря вредное. Это мягко говоря. Итак, третий пункт. внедренная дебильность экзост это выхлоп, то есть состояние изможденности, скажем так. Оно ослабляет ментальную и физическую способность к сопротивлению. То есть никто вам не даст больших денежек и никто не даст вам накопить что-либо. если есть какие-то накопления то регулярные есть инфляции которые уничтожают накопления регулярные повышения цен регулярные сейчас уже слухи новые говорят что не будет на самом деле реформа будет денег запрет схождения доллара валюты говорят и так далее то есть накопить даже никто не даст деньги деноминация говорят будет то есть есть у тебя условно там 2 миллиона может быть 3 у кого как угодно а вот и ничего нет большинства населения это делается специально так вот ты должен доказать что ты не украл эти деньги иначе тебе не обменяют как это достигается как у нас полу голодание зарплата ровно столько чтобы ты месяцок как-то протянул до следующей экспозиции всего непонятно эксплуатация ран болезненных тем для общества индуцированная болезнь да вот как у нас депривация сна и так далее то есть нам стрессом создает условие когда мы начинаем заболевать понимаете угрозы 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 штрафы пропуска постоянному стрессе нас мы постоянно в этих рамках которые нам всю высшую нервную деятельность убивают проходим рамки металлоискателя нас обыскивают постоянно живем в страхе хотя не было такого советское время якобы для нашего же блага вот это вот верх цинизма насильник жертве говорит что все для блага жертвы это вызывает отчаяние и тревожность это культивирует тревожность энксити и диспер отчаяние угрозы жизни угрозы невозвращения угрозы вот если допустим ты не вакцинируешься ты не сможешь никуда потом ходить угрозы бесконечной изоляции как у нас сейчас это надолго пока вакцины не будет и цель добиться одобрения да мы примем вашу вакцину только дайте нам гулять ходить свободно и так далее и так далее мистические изменения режима тритмент обращения то есть никому не предупреждали раз гулять позволено и уменьшение потом запрет отмена самоизоляции но на самом деле них не поменяли только объявили об этом что у нас дальше происходит случайные подачки я бы это так сказал обеспечивают позитивную мотивацию для одобрения каплайнс и соответственно усиливается депривация то есть мягкая маленькая услуга а мы позволим тебе без пропуска ходить в туалет а мы позволим тебе без пропуска что-то еще делать а вот не две недели будет так называемая самоизоляция карантин почему-то что за карантин кто его придумал и так далее обещания обещаний наша власть просто полно какие-то призы за частичное принятие если ты мы тебе позволим нарисовать что-то на рукоятке дубинки которые я тебе буду калашматить вот то же самое уже песенки идут про ковид и так далее то есть любыми способами от нас хотят получить одобрение всего что происходит любыми способами нас хотят загнать на голосование но вы же сами голосовали за это все вы же сами расписались в бюллетене листке нетрозспособности и в подушной книге рабов пожалуйста и так далее почитайте все открыто и вишенка на торте шестой пункт демонстрация всесилия вот то что мы видим от полицейских бабушек арестовывают людей вытаскивают из автобуса и просто закрывают у нас подъезды заваривали могут войти сейчас в дом просто для того чтобы тебя протестировать на вирус смотрите что произошло с шаманом пришли люди куча машин куча народу тестировать на коронавирус с полицейскими с автоматами они в бронежилетах мать их было были они пришли и начали якобы арестовали человека якобы тестировать а потом закрыли карательная медицина что это отличный пример демонстрации всесилия что власть то есть в нашей тюрьме администрация может сделать все что угодно с любым человеком с любым сейчас ему шьют то что он неадекват но извините у него ружье было то есть правка от психиатра точно была и так далее дальше дальше вы думаете только властью это заканчивается ну власть то она не только полицейскими заканчивается власть широкая она власти духовная потому что у нас все едино у нас денежки из бюджета получают и религии и так называемые национальные образования некоторые к примеру условно Чечня получает 143 раза больше на душу населения федеральных субсидий чем условно Рязанская область цифры могут варьироваться но даже если в 100 раз какая разница не в 150 да даже если в 10 уже что-то ненормальное не суть важно что им позволено это делать попробую сейчас вставить видео где сказано где показано полная вальяжность они сами называют себя пехотой Путина это тоже часть власти часть элемента по пыткам всесилие некоторых групп людей которые считают себя особенными есть не все из них как правило ну как правило да они по национальному призму как-то выделяются кто-то считает себя выбранными кто-то просто пехотой Путина могут приезжать просто если не понравилось высказывание русского парня набить ему морду группой причем они же сильны группой у них роевое осознание как правило я думаю что в новом обществе после нашей победы национальности с роевым сознанием займут немножко иное место в новом обществе совершенно другое сейчас роевое сознание типа китайского муравейника сильно немножко другим нет технологий которые они развивают все технологии нам враг спустил сверху компьютерные и так далее в первую очередь компьютерные потому что только они развиваются и не зря Трамп пообещал этот китайский муравейник после выборов прессануть за что ему нижайший поклон с этим глобальным китайским муравейником нужно что-то делать так вот посмотреть как они себя ведут только размножение захват новых территорий каждый ничего не может по отдельности но они сильны только вместе и наглость хамство вот эта чернота она везде ничего против китайцев как туристов не имею но когда этот китайский муравейник располагается на пол мира это уже проблема и с этим надо что-то делать повторяю нации с национальным роевым сознанием мне кажется должны немножко измениться пока враг их развивает и поддерживает потому что они инструмент ну условно они тюремщики в нашей тюрьме но как вы думаете мне их жаль как вы думаете у кого больше свободы у заключенного в тюрьме либо у тюремщика мне кажется заключенные хотя бы имеет право голоса и право на свободу воли он может думать как ему угодно а вот тюремщик попробуй пойти против системы сразу же выкинут сразу же и они этого боятся еще больше чем заключенные поэтому у нас больше у людей больше свободы в нашем обществе чем у наших тюремщиков и следующее пункт 7 это деградация то есть жертвам жертвы прессуются чтобы снизить способность сопротивлению чтобы понизить уровень самоуважения этой деградации всего восприятия сознания интеллекта через понижение уровня медицинского обслуживания через понижение уровня образования потому что количество больниц с 2000 года и детских садов уменьшено два раза совпадение не думаю а вот количество так называемых храмов повысилась в три раза а это все за бюджетные деньги если вы думаете что бабушки очень много там на свечечке тащат будут в церковь ну вы ошибаетесь да бывают но не настолько чтобы строить такие огромные храмы так называемые генштаб рпц смотрите ролик все это за наши деньги как и пехота путина как и церкови как и мечети как и даже генеральный храм минобороны или генштаб рпц я не знаю что это скорее всего это генштаб рпц смотрите мой разбор каким образом это в том числе через отрицание личного чего то личного пространства уже нет понятия личное пространство к тебе в любой момент могут прийти как официальные органы так и неофициальные и ты не имеешь права отказать они могут проверить жалобу твоего ребенка которым говорят что нужно дрочить с восьми а лучше с четырех лет и жаловаться постоянно стучать на родителей они могут прийти к тебе домой проверить как ты учишь уроки есть ли апельсины они могут делать все что угодно с твоим ребенком сказать что мальчику девочки это враги и наоборот они полностью смотрим выше монополизирует наше восприятие монополизация восприятия в широком смысле это в пункте деградация и таким образом они снизводят нас до уровня просто удовлетворение бытовых потребностей животных потребностей ничего больше ничего выше ни о каком творчестве речи не идет ни о каком думании самостоятельном речи не идет сравните с тем что происходит сейчас и нам внедряют привычку одобрения все что сделает власть нужно одобрять каким образом разделяя властвую об этом чуть позже но нам всем внедряют чувство патриотизма оправдывают действия тюремной администрации и так далее разделяя и уничтожая давно а те кто против опять же демонстрируют все власти если ты против давай завезем 20 миллионов еще мигрантов которые уничтожат просто местное население потому что в нашей клеточке скажем так на нашей ферме выращивают разных кроликов но одним кроликам сказали что они не кролики а скажем так не заключенные кролики а кролики-надсмотрщики избранные другим сказали что они могут бить других кроликов свободненько и почему-то как правило больше свободы у кроликов с черненькой окраской в котором сказано что можно беленьких кроликов всячески гнобить насиловать избивать и так далее и это поддерживается администрацией нашей фермы кроликовой ну мне кажется что это ненормальная ситуация вам как кажется воин пиши все что ты думаешь какой ты кролик и как долго кролики еще будут оставаться кроликами добра и помни я с тобой воин я с тобой 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 Продолжение следует...